Комитетом дорожного хозяйства 15 марта текущего года заключен муниципальный контракт с проектной организацией ГЕОМАКИНФО юридический и фактический адрес это город Санкт-Петербург на разработку проектно-засскательных работ по данному участку Согласно условиям контракта срок выполнения работы у нас 31 июля по графику первое что у нас это завершение изыскательских работ это 4 апреля то есть буквально на этой неделе контрактом у нас предусмотрена разработка инженерного проекта на реконструкцию улиц Соколова от улицы Рогожина до улицы Хресина Большая Горная от улицы Рогожина до улицы Хресина то есть параллельно участки улицы Хресина от Большой Горной до Соколовой и улицы Чернышевского от Большой Горной до улицы Соколовой Полевые работы по инженерным изысканиям в принципе подрядная организация и субподрядная проведены в настоящее время в адрес комитета дорожного хозяйства поступил план трассы проектная организация ее представителей и ГИБ здесь были в принципе на рассмотрение сейчас предлагается план трассы который включает в себя расширение названных участков улицы Большой Горной и улицы Соколовой до четырех полос с выделенной полосой для общественного транспорта и с организацией кольцевого движения на перекрестке улиц Чернышевского ну и остальных примыканий это там Малый Горный сразу хочу отметить что в настоящее время у нас имеется план трассы он лежит передо мной можете ознакомиться есть предварительные предложения по организации дорожного движения но давайте будем исходить из того что в принципе этот раздел он пока еще не подразумевает организацию дорожного движения и это наверное будет темой наших следующих совещаний и сборов довольно таки неплохие решения с учетом того периметра проекта который у нас находится в разработке с учетом того финансирования которое подразумевает выполнение в дальнейшем строительно-монтажных работ хочу отметить что это полосы по 3,75 4 метра это у нас для полосы общественного транспорта и в срединной части это тротуар шириной 3 метра на участке между улиц Хвесина во внутреннем периметре улиц Чернышевского в принципе есть уже предварительные неплохие предложения по переносе существующих пешеходных переходов чтобы минимизировать конфликтные точки между пешеходами и транспортом два вопроса пока вот первый, здесь угловой штамп у вас здесь продолжится так же, как сегодня есть с улицы Большая Горная чтобы была возможность уехать вот сюда на Большую Затонскую смотрите, у нас вот периметр проекта ограничен вот здесь красными линиями то есть вот здесь мы завершаем проектирование и до этих границ будут там все строительно-монтажные работы проводиться вот этот участок, он остается единственное, когда у нас уже будут приблизительно окончательные решения по ТКР, по всем проектам организации дорожного движения мы можем дополнительно вынести это на комиссию по безопасности дорожного движения с привлечением в состав в качестве приглашенных участников совета и уже развязать это то есть пока все остается пока здесь остается хорошо, устроено теперь второй вопрос вот центральная часть если вы рассматриваете вот данный этап работы там рассматриваются только дорожные развязки дорожные, ну вот все, что связано с движением и тротуаром который должен быть вдоль дороги или рассматриваются еще, или будет рассматриваться, может быть, заполнение вот этого центрального участка ну давайте так разложу что в настоящее время это реконструкция дороги что это элемент дороги в виде зеленой разделительной полосы у нас вопрос благоустройства этой территории это второй этап уже как бы в целом реконструкции этого участка то есть здесь вопрос не благоустройства здесь вопрос реконструкции дороги здесь вот разбег получается самое слабое место будет вот эта часть для автомобилистов потому что автобус я так понимаю выделенная полоса для автобусов для общественного пользования ну вот там написано да и соответственно здесь автобусу надо будет перестраиваться через три вида то есть эта часть должна быть, мне кажется, овалом сделана ну на самом деле он здесь не сохраняет там правильную форму круга он и есть овальный вот это назовем так это план трассы после проведения всех изыскательских работ это уже будет полноценное техническое решение сейчас я вам как бы показываю план самой трассы в принципе я вам как бы проверяю .. я по-руссал я не смогу Продолжение следует...